Всем привет, с вами Настя и сегодня я хочу побольше рассказать вам о прозрачных крышах. С помощью крыш можно сделать очень много в Sims 4, но я расскажу об основных приемах и уже с помощью их, на основе их вы можете строить самые вообще невероятные дома. Первое, о чем я хотела бы рассказать, это мансардные окна. И несмотря на то, что их очень просто делать, именно о них меня чаще всего спрашивают. Так, чтобы сделать вот такое мансардное окно, нужно взять вот такую крышу, которая называется половина франкона. Я сразу изначально убираю вот эти края ненужной кровли, чтобы они мне не мешали, не сбивали меня с толку. То есть тяну вот за эти треугольнички, не за стрелочки, а именно за треугольнички. То есть и сверху, и по бокам. И затем уже меняю ширину крыши до одной клетки. Хотя это, конечно, не принципиально, вы можете делать как вам удобно, но я просто рассказываю. И для удобства мне, чтобы вам объяснить, удобно взять крышу шириной в одну клетку. Но давайте еще раскрасим каким-нибудь другим цветом. Затем мы эту крышу копируем, чтобы нам не регулировать высоту вручную. И затем нам здесь уже нужно, чтобы кровля увеличилась только с одной стороны, но сама крыша в ширине не менялась. То есть если мы тянем за эти треугольнички, то кровля увеличивается с двух сторон. Сама крыша остается шириной на одну клетку. Но нам нужно, чтобы это случилось именно с одной стороны. Поэтому мы зажимаем клавишу shift и начинаем тянуть этот треугольник в одну сторону. Ну, с той стороны, с которой нам нужно, чтобы увеличилась, удлинилась кровля. Я тяну сейчас по максимуму. Вы уже смотрите, как нужно вам. Затем окрашиваем этот кусочек крыши в прозрачный цвет. В любую, как вам нравится. И ставим его на место вот этого кусочка непрозрачного уже. Смотрите, у нас уже получилась вот стена. Уже получилась прозрачная стена. Затем нужно скопировать еще раз вот этот кусочек крыши непрозрачный. И поставить вот с этой стороны. Все, у нас получилось мансардное окно. Теперь нужно просто-напросто достроить комнату. И здесь нужно, конечно, удалить эту стену. Затем удаляем эту ненужную стену. И вот у нас получается здесь мансардное окно. Все очень классно. Теперь нужно только проверить, работают ли под ней предметы. Например, поставим кровать. И теперь уйдем в режим жизни. Отправим сюда Сима. И попросим ее здесь лечь спать. Все прекрасно. Кровать работает. Значит, высота крыши у нас такая, что предметы под ней функциональны. Конечно, если крыша будет слишком низкой, то мы не сможем. Здесь предметы разместим. Но Сима не смогут под этой крышей просто-напросто ходить. Второе, о чем хочу вам рассказать, это приоткрытые окна в крыше. Для этого мы берем вот такую двускатную крышу. Вот эту. И пристраиваем к ней комнату такую, какую вам нужно. Самое главное, чтобы здесь уголки комнаты не выглядывали из-за крыши. То есть, смотрите, комната должна быть пристроена, точнее, крыша должна быть отрегулирована по высоте так, чтобы уголки комнаты не выглядывали. Затем копируем этот кусочек крыши сюда наверх. Подгоняем его по высоте и по ширине. Дальше берем теперь крышу, которая называется половина фронтона. Ставим ее вот здесь. Убираем опять все ненужные карнизы, чтобы они не закрывали нам обзор. Если что, мы в любой момент можем их отрегулировать так, как нам нужно. И теперь важно, чтобы между вот этой крышей половина фронтона и комнатой остался небольшой зазор. Ну, так как у меня расстояние две клетки, у меня получилось, что зазор у меня в одну клетку. И теперь очень важно этот кусочек крыши настроить по высоте так, чтобы он сливался в одно целое вот с этой большой крышей. То есть нам важно, чтобы все кусочки наших крыш были отрегулированы по высоте и углу наклона так, чтобы смотрелись они одним целым. Дальше теперь мы еще закрываем здесь отверстие. И здесь можно вот эту крышу еще продлить до конца. Теперь мы сделали наш оконный проем в крыше. Нам нужно теперь его застеклить. Копируем вот этот участочек крыши, опять-таки крыши, крыши, крыши. Окрашиваем в прозрачный цвет. Можно сразу для удобства продлить вот этот карниз. Зажимаем клавишу shift и тянем за нижний вот этот треугольничек. И затем ставим крышу вот сюда, на комнату на пересечении с верхней крышей. Вот смотрите, у нас застеклилось вот это отверстие. Теперь, если мы поиграем с высотой этого кусочка крыши, у нас окошко может открываться. Вот таким образом. То есть вот, пожалуйста, окошечко у нас открыто. И вообще, заходя в режим жизни и заходя потом в режим строительства, мы можем открывать или закрывать это окно в зависимости от времени года или погоды. Что, по-моему, даже очень неплохо. Ну и давайте здесь вот так красиво сделаем. Ну и в завершении этого окна можно сделать такие карнизы. Окрасить крыши в карнизы, чтобы более-менее красиво смотрелось. Ах, да, чуть не забыла. Нужно удалить вот эту стену. Тогда будет смотреться более эффектно. То есть окно у нас прямо с комнаты и очень прикольно. Вот таким нехитрым способом можно построить приоткрытое окно в крыше. И третье, что бы я хотела вам рассказать, это как построить вот такое вот большое, огромнейшее просто окно в два этажа. Строим такую комнату и удаляем одну стену. Затем выбираем опять снова крышу, половина фронтона. Я сразу прячу все карнизы и настраиваем ширину в одну клеточку. И немножечко можно подогнать по высоте комнаты. Чтобы плавно регулировать высоту крыши, вот таким образом нужно зажать и удерживать клавишу Alt. Вот, теперь окрашиваем ее в прозрачный цвет. Ну, давайте вот такой возьмем. Затем тянем за клавишу, зажимаем клавишу Shift и тянем за правый треугольничек, чтобы у нас карниз увеличился только с правой стороны. Дальше нам нужно теперь эту крышу приставить к дому. Вот таким образом. Кстати, она у меня получилась немного широкая, я, наверное, сделаю ее на две клеточки. Теперь нужно замаскировать вот эту часть, саму крышу, да, крайнюю. Нужно ее замаскировать. Мы вот таким образом ее стенами прячем. Но когда мы это делаем, мы не застраиваем стену вот с этой стороны. Если мы застроим стену с этой стороны, то у нас, видите, крыша желтая и она удалится. То есть, несмотря на то, что я ввела предварительно все коды для строительственного пересечения объектов, здесь это не поможет и крыша вот, ну, просто удалится. Дальше. Сделаем здесь еще тоже такую пристроечку. Скопируем нашу крышу. Поставим ее здесь. И, наверное, мы сейчас просто сузим комнату. И достроим здесь такую колонну широкую. Еще одну. Здесь можно, конечно, уже ее закрыть. Вот у нас получился первый этаж. Теперь мы берем эти крыши, копируем. И нам нужно их развернуть наоборот. То есть разворачиваем и устанавливаем уже вот здесь. Ну, и, конечно же, здесь тоже нужно завершить начатое. Сделать, достроить колонны. Здесь мы можем ее замкнуть, так как здесь крыша у нас не размещается. А здесь мы теперь строим наоборот. То есть мы вот здесь теперь спереди не застраиваем, а застраиваем вот с этой стороны. То есть мы не замыкаем вот здесь. Мы не замыкаем спереди. Вот у нас получились вот такие окна. Но, наверное, все-таки нагляднее будет окрасить их в другой прозрачный. Даже вот прям полностью прозрачный можно сделать. Очень красиво смотрится. И давайте застроим комнату до конца. Вот так очень даже красиво. Конечно, можно все обыграть снова карнизами. Раскрасить, как вам нравится. Я очень люблю, когда вот внутри дома с такими окнами удаляется часть потолка. То есть я люблю, когда эти окна, ну скажем так, не делятся этажом. То есть пол в комнате, в домике не доходит до этих окон. То есть я люблю, когда эти окна в два этажа настроены. Ну мне просто так нравится. Мне кажется, что так смотрится более эффектно. Ну и здесь можно сделать пол. Вот такие у нас получились необычные интересные окна. На этом у меня все. Надеюсь, эти лайфхаки для строительства были вам полезными. Пишите в комментариях, о каких секретах строительства вы еще хотели бы узнать. Всем спасибо и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok